Конгулесская народная сказка. Упрямый муж. Жила-была женщина по имени Кибусебо, и был у неё муж Кибамбулу. Они часто ссорились, а стоило им поругаться, и муж отказывался есть то, что ему приготовит жена. «Лучше уж с голоду умру, чем прикоснусь хоть пальцем к её стрипне», — кричал он в гневе. А Кибусебу прямо из кожи вон лезла, стараясь приготовить еду повкуснее. Но Кибамбулу на все эти кушанья даже и смотреть не желал. Как-то зарезала она двух самых лучших кур, сварила их с маниокой, и вкусное мясо поднесла своему Кибамбулу. Но и от этого блюда он отказался. Тогда жена принесла пальмовое вино, надеясь, что хоть вино его соблазнит. «Не сердись», — сказала она Кибамбулу. «Лучше взгляни, какие чудесные куры!» А это вино сварил наипервейший мастер в деревне. «Оставь ты меня в покое, не надо мне ничего, только зря время теряем. До самой смерти не стану я есть то, что ты готовишь!» — закричал Кибамбулу. «Но почему Кибамбулу? А зачем ты ругала и поносила меня? Сам-то ты разве не бронил меня ещё больше?» Так они и не столковались. Кибамбулу казалось естественным, что он повышает на свою жену голос. Ей же было это запрещено. Потешались соседи, слыша крики и брань в хижине Кибамбулу. А когда, устав ругаться, муж приутих, Кибусеба вновь поднесла ему блюдо из курицы с маниокой и пальмовое вино. Но упрямец лишь нагрубил жене, а от еды отказался. Тогда Кибусеба перестала вообще что-либо ему предлагать. И так прошло целых пять месяцев. Сёстры Кибусеба пытались облагоразумить упрямого Кибамбулу, но никакие уговоры не помогали. «Никогда, никогда я не буду есть то, что готовит ваша сестра», – заявил им Кибамбулу. «Да чем же она провинилась? Она ругала и поносила меня. А какой муж это потерпит?» – хорохорился он. И вот, пока они ещё были в ссоре, приготовила как-то жена баранину. И такой при этом разносился запах, что у Кибамбулу потекли слюнки. Кибусеба притворилась, что не замечает взгляда в мужа. Устанавливая горшок с мясом на камнях очага, она весело напевала. «Ой, да перестань ты петь!» – тихо сказал Кибамбулу, с которого спесь маленько уже слегла. Когда мясо было готово, жена разложила его в две миски, добавила туда маниоку, поставила ананасы и мёд. Муж делал вид, что его не волнуют эти приготовления. И когда, не сказав ни словечко, Кибусеба вышла из хижины, он подумал с досадой. «Для кого предназначена вторая миска? Неужто она за соседкой отправилась?» Опустил Кибамбулу палец в соус и облизал его поскорей. «Ох, да чего же вкусно!» «Кибусеба!» – закричал он. «Иди, убирай свой обед! Не видишь, что ли, вон куры хотят склевать его?» «Да, да!» – ответила Кибусеба. «Отгони кур, я сейчас приду!» Она, конечно, знала, что куры, спрятав головы под крыло, спят сейчас на своих насестах. А главное, она понимала – долго Кибамбулу не выдержит, поддастся искушению несчастный упрямец. Раз позвал её муж второй, третий, но Кибусеба всё не шла. Когда она вернулась, то сразу увидела, что Кибамбулу сидит с набитым ртом. «Прости!» – сказала жена. «Наверное, я должна была постучать?» «Не смог утерпеть!» – вздохнул муж. «Так мне живот подвело, что я, видимо, разум потерял!» Кибусеба засмеялась. «Ну, что приготовить тебе на завтра?» – спросила она, будто ничто не нарушало их покой в доме. «Что хочешь?» – ответил муж. С тех пор они больше никогда не ссорились.